Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И это седьмой и завершающий день нашего влогмасса 2018! Ура! Хоу-хоу-хоу! Сегодня со мной, видимо, снова будет сниматься моя кошка, но это не точно. И мы с вами сегодня поговорим о праздничном настроении, атмосфере, подарках. В конце этого видео я очень хочу подарить кому-нибудь из вас подарок. Это будет первый розыгрыш на моем канале. Миша сказал, что у меня еще слишком мало подписчиков для того, чтобы проводить конкурсы, розыгрыши и дарить подарки. А я подумала, если очень сильно хочется подарить подарок, почему нет? Так что, если вас это все радует так же, как и меня, оставайтесь с нами. Скорее всего, это будет смесь видео о покупках или фаворитах декабря, или идеи подарков на Новый год или Рождество. Еще я с вами поделюсь некоторыми планами на 2019 год, но это тоже связано с Новым годом, с мечтами, с желаниями. Поэтому я не знаю, как я назову это видео, но главное, что оно будет новогодним, радостным, надеюсь, вдохновляющим. В конце я разыграю праздничный полезный подарок и попрощаюсь с влогмусом 2018. Это было круто. Снимать видео каждый день, это был такой челлендж для меня, непривычно. И требовало это большой организации, большой концентрации. Мне очень Миша помогал. Так сильно помогал, как вообще никто другой бы в жизни не помог. А что касается этого видео, давайте уже приступим. В первую очередь, я хочу показать приятный и вкусный подарок, который получила я сама. Этот подарок нам подарили друзья семьи. Он шоколадный от фирмы Конфаэль и выполнен в виде свинки, символа следующего года. Мне было очень приятно получить этот подарок заранее. Я подумала, знаете, это же правда прикольный подарок. Если вы тоже любите дарить символы грядущего года, пускай они будут вкусными и съедобными. Вот, съедим в празднике. Однозначный мой новогодний фаворит. Это вот эта елка. Это ель, живая, настоящая, в горшке. У меня с детства не было живой елки во время празднования Нового года. А в этом году мы долго думали с Мишей и все-таки решили, что у нас будет елка живая. И я очень этому рада, потому что это создает очень крутые вибрации. Это очень сложно объяснить. На уровне ощущений живое растение в доме создает безумно крутую энергетику. Живую, настоящую. Как будто мы в уютном, комфортном лесу находимся. Живая елка, 2019. И такое ощущение, что если елка настоящая, то и Новый год настоящий, и Рождество настоящее, и чудеса настоящие, и все вокруг настоящее. И люди настоящие, и доброта настоящая, и открытость настоящая. И все-все-все настоящее. Это кажется. Дальше то, что касается нашего дома, а именно посуды, моей кухни и сервировки стола. Новогоднего стола. При переезде мы не обновляли столовые приборы, мы не обновляли посуду, но мне безумно этого хотелось. Миша сказал, подожди немножечко, не все сразу. И вот я подождала, и наконец-то у меня появилась возможность приобрести те приборы и ту посуду, которой мне хотелось, которую я вижу в нашем новом доме, на нашей новой кухне. Это покупка из H&M Home. Вот такие вот золотисто-медные столовые приборы. Я безумно их хотела. Эта коллекция, кстати, есть еще в магазинах H&M Home, и есть у них на сайте. Мне нравятся эти приборы тем, что они полуматовые, не супер глянцевые, и то, что они такого медно-золотого цвета, потому что в нашем интерьере, в частности в люстрах, присутствуют такого же цвета детали. И на мой вкус это смотрится безумно стильно, особенно если их сервировать вот таким вот образом. Этот горшочек из Икеи, в него я вставляю салфетки, это могут быть салфетки серого цвета, белого цвета, может быть даже черного цвета или розового. Покажу потом почему. И вот так прям ставлю на стол. В моем ресторанах и кафе сейчас так делают тоже. Вот так я планирую сервировать свой новогодний стол. А что касается посуды, ее я посмотрела на ютубе. Представляете, увидела ролик о том, как одна женщина ходит в Икеа и показывает, какая у них новая коллекция посуды 2019. И как только в этом видео я увидела эти тарелки, я поняла, что вот они. Это мои тарелки. Это мои тарелки, почему они еще там, а я тут. Я вам сейчас покажу, и вы все поймете. Ну что, вы готовы? Та-дам! Вот они. Вот они мои прекрасные. Это пыльно-бледно-розового цвета шестигранники, а это пыльно-серого цвета круглые тарелки. И внутри шестигранник. Ну вы понимаете, это же моя тема шестигранников. И это тоже пойдет для сервировки моего новогоднего стола. Это потрясающе. Это так круто. Это прям наши цвета. Это форма нашего дома. Как будто под заказ делала Икеа. Икеа, спасибо. Мне безумно понравилось сочетание такого бледного, пыльного розового цвета и золота. Вообще очень круто. Мне так нравится. И в дополнение к этому хочу показать вам следующую вещь. Эту вещь я тоже нашла в H&M Home. И когда я ее увидела, я поняла, что она тоже создана для нашего дома. Это праздничная скатерть. И вы только посмотрите на нее. Да? Пыльная роза и золото. Это просто балдеж. Я потом поближе вам сниму все вместе. И она будет классным основанием нашего новогоднего стола. О, я так рада. Я так рада. Все так классно сочетается вместе. Я балдею. И так нежно, классно, стильно выглядит. У вас по-любому есть друзья и близкие, которые очень любят дом, уют. И если они такие же посудные, сервизные любители, как я, я думаю, набор тарелок или набор столовых приборов им очень понравится. Также, я думаю, классным подарком будет яркая праздничная скатерть. Обвязать ее классной лентой и подарить какой-нибудь вами любимой хозяйке. Еще немного про кухонную утварь. Я, наконец-то, купила вот такую банку. Сюда я хочу складывать печенье, которое буду печь в новогодние праздники. Печенье макаронс, например. Или еще какие-нибудь вкусняшки, которые будут стоять у нас на столе. Их будет видно, они не будут заветриваться, потому что здесь есть крышка. И такой лаконичный дизайн банки подходит в наш кухонный интерьер тоже очень классно. Давно хотела вот это вот куки джа. Я даже не знаю, как ее назвать правильно. Поэтому я называю ее печенечницей. Куки джа. То есть это банка для печенья. К вопросу о сочетаемости в Икее же мы нашли вот такой поднос. Мы просто с Мишей в очередной раз ходили в Икее, увидели этот поднос и поняли, что это наш поднос. Цвет нашей кухни, форма для нашего дома. В общем, это наш поднос. Очень круто брать с собой этот поднос на диван, ставить на него чаечек, вкусняшки. И сидеть и смотреть в уюте и красоте то, что хочется посмотреть. В общем, классный поднос. Кстати, подносы, на мой взгляд, вещь вообще нужная, потому что сейчас, знаете, вот это мода на свечки, на ароматизированные палочки для дома. Я не сильный фанат этого всего, но знаю, что многим нравится. Поэтому поднос, классный, красивый, это тоже может быть неплохим подарком на Новый год. Потому что на него как раз можно поставить свечки, можно поставить вазочку с украшениями. Вообще, это может быть классным дополнением в интерьер. Так, что еще? Что еще касается дома, это мое приобретение в H&M Home. Смотрела я, смотрела горшки везде-везде. И поняла, что больше всего мне понравились в H&M Home. Кстати, они там оказались самыми недорогими. Как ни странно. Лаконичный золотистый горшок, подходящий к нашему интерьеру. И достаточно большой, чтобы пересадить туда нашу орхидею, которая заснула, но обязательно проснется, я надеюсь. И будет нас радовать еще красивыми цветочками. Да, такой горшок. Так, не пугайтесь, я переставила микрофон на другое место. Это все, что касается кухни горшков. А сейчас я хочу вам рассказать о том, о чем я так давно мечтала. Наконец-то вчера зашла во вкусвилл и купила. Это чистящие средства из растительных компонентов. Ура, они наконец-то со мной. Было бы круто, если бы эти средства были со мной в первый день влогмаса. Но я успею еще ими воспользоваться до Нового года. Я безумно рада, что они наконец-то у меня есть. Что это такое? Это универсальное моющее средство для пола, поверхностей и стен. Оно подходит для уборки в детских учреждениях. Оно подходит для ручного применения. Оно биоразлагаемое в воде. И самое главное, что оно из растительных компонентов. Растительные компоненты, они гармонично сочетаются с любым живым организмом. Намного лучше, чем любая семья. Поэтому круто! А это антибактериальный гель для мытья посуды, для мытья фруктов, детской посуды и игрушек. В общем, это такая же классная история, только для мытья посуды, фруктов и овощей. И еще одно средство, это универсальное средство для ежедневной уборки, без абразивных компонентов. Подходит для мытья холодильников, всех видов влагостойких поверхностей, слабо загрязненных микроволновых печей, плит, посуды. В общем, я так рада, я так рада. Потому что это актуальный вопрос. Это экология, это натуральность, это био, это то, что сейчас на повестке дня. То, на что хочется обращать внимание, если вы хотите повысить уровень своей жизни. И, кстати, их фирма, это тоже вкусвилл. И они достаточно доступные по стоимости, ориентировочно столько же, сколько и обыкновенная бытовая химия. Обратите внимание, для всех ваших частюль это может быть действительно хорошим, актуальным, современным, полезным подарком на Новый год или Рождество. Про средствия я вам рассказала, теперь я скажу про этот костюмчик. Классный же, да? Вчера во влоге вы видели, что мы были с Мишей на почте, и я получила два таких пакета из Магнитогорска. В одном из этих пакетов был вот этот костюмчик, а в другом пакете шапка и шарф. Их я покажу чуть позже. А заказала я эти вещи через Инстаграм. Я нашла эту страничку, которая называется «ШКАФ». Между всеми буквами нижнее подчеркивание. И, по сути, это комиссионный онлайн-магазин. Посмотрев на их ассортимент, могу сказать, что это очень крутой, стильный комиссионный магазин. Наполовину там представлены бренды, наполовину там вещи, которые новые. Еще мне понравилось, как просто там все организовано. Вообще, вы знаете, я за эту идею дарить старым вещам новую жизнь. И не только потому, что это получается достаточно бюджетно. Плюс, вид этих вещей чаще всего очень классный, достойный того, чтобы их еще носить и носить. Как, допустим, вот этот костюмчик. Плюс, покопавшись хорошенько в таких магазинах, онлайн делать это еще намного удобнее. Вы можете найти такие потрясающие вещи за очень бюджетные деньги, что вы просто сами будете приятно удивлены. Я считаю, что если бы большее количество людей обратило внимание на секонд-хенды, винтажные магазины, комиссионные магазины, это помогло бы нам хоть чуть-чуть, но побороться с проблемой чрезмерного потребления. Я сама об этом начала задумываться не так давно, но эта идея постоянно сидит у меня в голове. И я хочу в своей жизни что-то делать, этот вопрос как-то решать. Именно поэтому я заказала вещи, которые мне давным-давно были нужны, которые я давным-давно присматривала в этом магазине. Как я уже говорила, это вот этот потрясающий костюм. Он безумно приятный на ощупь. Он такой уютный. В основном это шерсть, чуть-чуть акрила, чуть-чуть кашемира даже. И представляете, все это счастье мне обошлось в полторы тысячи рублей. Ха! Я присматривала себе такой костюм в течение года. Цены на эти костюмы начинались от восьми тысяч. Он очень классно сохранился. Спасибо девушке из Магнитогорска, которая аккуратно его носила. Я безумно довольна этой покупкой. А во второй посылке была шапка и шарф из шерстяной ткани, подходящих для меня цветов. Вот такой комплект мне пришел. И это вот такая шапка и вот такой вот классный шарф. Как вы понимаете, это шерсть. По-моему, с чем-то там еще. Может быть, даже с кашемиром. И по удачному стечению обстоятельств это еще и оригинальная брендовая вещь. Это действительно фенди. Вот здесь на шапочке даже есть идентификационный номер изделия. Блин, это такая классная находка. К тому же логомания сейчас в тренде. Это еще и модная вещь. Так что 33 удовольствия в комиссионном магазине. Боже мой, кто бы мог подумать. Класс. Я в таком восторге от этой инстаграм-страницы, что я там столько всего нашла. Что давно искала, что мне было необходимо для тепла, для уюта. И это так прекрасно. В общем, я от всей души вам советую зайти в инстаграм шкафа. Возможно, вы сами удивитесь, какие классные и нужные вам вещи вы там найдете. Как это было со мной. А еще, что я хотела вам сегодня показать, это ежедневники. Которые Миша заказал достаточно давно. И вы видели во влоге, как мы ходили и их забирали. Это ежедневники на 2019 год. У меня было много разных ежедневников в своей жизни. Но этот формат мне понравился больше всего. Это даже не ежедневник, это даже еженедельник. Такого же формата ежедневник у меня был на 2018 год. Только другого цвета. Этот еженедельник выглядит при развороте своем так, что с одной стороны 7 дней недели. А с другой стороны страница просто пролинована. Соответственно, здесь я могу писать планы свои на неделю. А здесь я могу писать просто свои мысли, которые мне приходят в течение недели, которые я хочу запомнить. Планер с одной стороны и просто как блокнот с другой стороны. Эта комбинация работает для меня лучше всего. Начнем мы его заполнять с Миши с 1 января. И обычно по понедельникам каждую неделю мы садимся с ним вместе. Берем наши еженедельники и обсуждаем планы на грядущую неделю. Какие-то обязательные мероприятия, какие-то точные места, которые мы хотим посетить. Это действительно рабочая и очень полезная вещь в нашей семье. И поэтому они у нас. И что касается планов на 2019 год, я решила задуматься о каких-то моих привычках и моем образе жизни, которые я давным-давно мечтала иметь, но почему-то по-прежнему не имею. В чем проблема? Что мне мешает? Я начала задумываться и поняла, что мне необходима стратегия. И я ее разработала. Я выделила для себя несколько пунктов, которые мне бы хотелось выполнить в 2019 году. Действительно ли мне помогло это в моей жизни, так как я себе это представляла? Это не мои новогодние обещания. Это мои новогодние желания. Итак, мои пункты. Первый пункт — это больше ухаживать за собой. Это очень важный лично для меня пункт. Это моя индивидуальная история. Это значит утренний и вечерний уход за кожей, в частности лица. Это постоянные ухоженные чистые волосы, ухоженное лицо, может быть с минимальным количеством макияжа, но чтобы это было постоянно. Не раз в месяц, не раз в неделю, не раз тогда, когда у меня появилось настроение, а постоянно. Я не за то, чтобы каждый день делать укладку, макияж и ходить на 10-сантиметровых каблуках, в нарядных платьях. Я за то, чтобы постоянно выглядеть в порядке для своего комфорта, для своего приятного самочувствия и для окружающих меня людей, которые постоянно меня видят, чтобы им тоже было приятно на меня смотреть и со мной взаимодействовать. В общем, это моя личная история. Я не знаю, как это дело обстоит у вас, но я к 30 годам до сих пор не имею классной привычки каждодневного ухода за собой. И я хочу, чтобы у меня наконец-то в будущем году появилась эта ежедневная рутина с удовольствием так, как почистить зубы. Второй пункт. Второй пункт у меня возник тогда, когда я наткнулась на инстаграм-страницу комиссионного магазина. Этот пункт заключается в том, что в 2019 году я хочу не покупать ни одной вещи в масс-маркете. Ни одной вещи в масс-маркете. Если мне будут необходимы какие-то вещи, я хочу их покупать в таких магазинах, как Ушатава, Другая Стор, Пифа Горлс, Неймлесс, еще магазин классный есть, Твеллф Сторис, в Секонд Хендах, в комиссионных магазинах. То есть таким образом поддержать те магазины, одежда в которых мне очень нравится по качеству, мне очень нравится по стилю, мне очень нравится по всей философии. И покупать реже, меньше, но качественнее. Пункт номер три. Пункт связан с Ютубом. Поскольку я начала намного больше уделять внимание своему каналу, мне нужны определенные показатели, определенные результаты. Они нужны в любой деятельности. Поэтому мое желание относительно Ютуба это 10 тысяч подписчиков в конце 2019 года. Это было бы круто. Сначала я написала 100 тысяч подписчиков. Мечтать не вредно. Было бы круто, если бы это был миллион. Потом я себя остановила. Сказала себе, что все-таки это не мечты. Это не список мечт. Это список моих желаний. А желания, они такие более конкретные, более true to life. Поэтому 100 тысяч будет круто. Скорее всего, мне нужно будет разбираться с СММщиками, с пиарщиками, с рекламщиками, с продвижением своего канала. Я попробую это делать. Потому что я поняла, что я сейчас занимаюсь тем, что мне действительно очень нравится. Я кайфую от этого. И я бы очень хотела, чтобы мое хобби превратилось в полноценный труд. И который будет, благодаря определенным показателям, поддерживать меня, как того человека, который трудится. Да! Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал. И пункт номер 4. Оказывается, у меня их всего 4. И пункт номер 4 связан с, как ни странно, моей физической формой. В моей молодости у меня было много заморочек, что касается моего питания и внешнего вида. И вот уже как 3 года я постоянно, каждую неделю занимаюсь спортом. Обычно это 2-3 раза в неделю. Иногда у меня случаются перерывы. Самый большой был перерыв в месяц. Но я постоянно возвращаюсь к спорту. И это стало действительно неотлепимой частью моей жизни. Я стала себя лучше чувствовать. Качество моего тела поменялось. Я стала намного более выносливой, бодрой. Чувствую себя в тонусе. Мое тело стало выглядеть намного лучше. Но вы знаете, изначально, когда я 3 года назад ставила себе определенные цели, задачи и начинала их добиваться, передо мной был конкретный результат. И вот этого конкретного результата я по-прежнему не достигла. Я вот настолько к нему близка, но его конкретно я не достигла. И, блин, это по-прежнему сидит у меня в голове. И я уже хочу добиться этого результата. Я просто хочу поставить галочку и идти дальше. И в 2019 году мне бы хотелось, чтобы я добилась этого конкретного результата. И вот этой галочкой я бы хотела, чтобы была фотосессия, скажем, где-нибудь в конце августа в купальнике. Для того, чтобы взять эти фотографии свои в купальнике, посмотреть на себя и сказать, да, это та фигура, о которой я мечтала. Это тот здоровый, психологически уравновешенный человек, которого я люблю, принимаю на все 100%. И больше не буду допускать разрушения, связанные с его телом, с его психикой, с его мыслями, с его душой. Вот что я хочу. Вот такие желания у меня на 2019 год. И я обязательно запишу их в свой еженедельник. О май гад, это должно было быть недолгое видео. И в том числе в качестве благодарности к вам, моим зрителям, я бы хотела разыграть сегодня. Новогодний подарок. Огромный набор косметики. Там есть все и даже больше. Это набор декоративной косметики Stellary. На моем канале вы видели пару видео, в которых я пользуюсь этой косметикой и делаю себе макияж. Макияж праздничный, макияж ежедневный. В этой косметичке находится все, что вам необходимо для макияжа на любой случай жизни. Этот подарок будет классный для девчонок, для девушек, для их мам. А если вы молодой человек и выиграете этот подарок, я думаю, вы тоже придумаете, кому его подарить на Новый год. Еще я с удовольствием добавлю в эту косметичку какие-нибудь вкусности, какие-нибудь маленькие презентики. Я обязательно подпишу открытку сама. Розыгрыш этого подарка будет проходить до 30 декабря. После чего я выберу победителя и отправлю почтой ему подарок. Соответственно, он придет ему в начале следующего года и приятно его порадует. Для того, чтобы выиграть этот подарок, вам нужно подписаться на мой канал на ютубе, вам нужно подписаться на мою страницу в инстаграме, ссылку на которую я оставлю в описании. И вам нужно оставить комментарий к этому видео, в котором вы напишите, какое из видео нашего влогомоса вам понравилось больше всего и почему. Даже если будет полтора комментария, все равно я выберу победителя и все равно я отправлю ему подарок. Потому что Рождество, потому что Новый год, потому что хочется дарить подарки, потому что у меня есть такая возможность. И я хочу вас порадовать. Друзья мои любимые, хорошие, дорогие мои, родные, близкие, те, которые только подключились к моему каналу, те, которые давно уже меня смотрят. Спасибо вам большое, что были вместе со мной, вместе с нами на протяжении всей этой праздничной недели. Впереди у нас Рождество, впереди у нас Новый год, впереди у нас каникулы долгожданные. И я вам всем желаю, чтобы они были прекрасными, добрыми, яркими, запоминающимися, полными любви, радости и счастливых улыбок. Это первый влогмос на моем канале, это мой первый эксперимент. Мне он очень понравился, я надеюсь, вам тоже. И сегодня я прощаюсь с вами не до завтра. Встретимся с вами скоро на моем канале. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Спасибо вам за внимание. Обнимаю вас всех и пока. Привет, друзья! Вот так. Уп-уп-уп-уп. Уже 7 дней прошло. Never married a real Roman. If you do, then forget him if you can. Это тот случай, когда вы можете съесть свинку и остаться вегетарианцем. Ой, я поменяю ноги, ноги затекли. Девочка моя, привет, моя хорошая. Кошки, кошки, кошки. Ханечка по-прежнему со мной. Ей!